Страшнейшая трагедия произошла в Иркутске, об этом почему-то мало говорят в центральных СМИ, вообще мало говорят мои коллеги, но вот буквально всю прошлую неделю прилетали плачевные новости из того региона, страшное наводнение, затопило несколько населенных пунктов, есть пострадавшие, погибшие даже, есть пострадавшие, которые оказались в больнице. Меня поразило несколько другое. Вчера, наконец, губернатор Иркутской области каким-то образом отреагировал, высказался и сообщил, что всем пострадавшим будет выплачено пособие в размере аж 10 тысяч рублей. Это открытая студия, меня зовут Александр Маненков, представляю вам своего сегодняшнего гостя, депутат Государственной Думы. Андрей Ольшевских, представитель крупнейшей партии, крупнейшей фракции в Думе, фракции «Единая Россия». Андрей, вам не кажется, что дико, огромное количество людей, пострадало 10 тысяч от караул? Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, да, на самом деле, случилась трагедия, и мы видим, где-то запоздала реакция, где-то своевременно, то есть в зависимости от уровня властей, в зависимости от тех или иных структур, которые должны этими вещами заниматься. Мы все видели и слышали, что вчера туда прилетел президент, раздал, как говорится, пряники всем ведомствам, кто чем должен заниматься. Я думаю, сейчас это был достаточно серьезный такой толчок для исполнительных органов власти, прежде всего, потому что, чтобы было понимание, у нас на сегодняшний момент, когда меня спрашивают, предположим, у вас есть информация, какие-то решения принимаются, какие-то там деньги выделяются и так далее. Я хочу сказать, что у нас сейчас идет региональная неделя, и все депутаты находятся в регионах. И те наши коллеги, которые избрались от Иркутской области, они сейчас находятся там, и когда по окончанию вот этой недели мы все соберемся, в начале следующей соберемся в Москве, в Госдуме, я думаю, ту информацию, с которой они приедут, мы ее обсудим, и уже на основании этой информации Госдума примет те или иные, как говорится, решения в виде постановления Государственной Думы. Но я хочу сказать, что полномочия по оперативной реакции, по исправлению, по выплате материальной помощи и так далее, это все полномочия исполнительных органов власти. Я думаю, здесь... То есть там, на местах региональных? Совершенно верно. Нет, и региональные, и федеральные. И мы видим, что когда был президент, когда туда прилетели и члены правительства Российской Федерации, четко уже были даны ведомственные управленческие решения, в частности, кто чем должен заниматься, кто какие деньги должен выделять и так далее. То есть работа пошла. Но на сегодняшний момент, я скажу откровенно, не потому что не хочу, потому что я не владею информацией, потому что я, кроме той информации, то, что дозированную мы видим в СМИ, я и больше не владею. На следующей неделе, повторю, когда мы будем все в Госдуме, у нас будет более подробная информация, и можно сделать те или иные, как говорится, выводы. 2625651, телефон прямого эфира, код 343, звонок бесплатный, можете позвонить к нам сюда, задать любой интересующий вас вопрос. Напоминаю, сегодня у меня в гостях депутат Государственной Думы Андрей Ольшевский, представитель крупнейшей фракции в Думе, на минуточку. Кроме того, сегодня мы проводим интерактивный опрос, как обычно, и, коль скоро, Андрей, без обид, коль скоро вы являетесь представителем партии «Единая Россия», мы его так и сформулировали. Доверяете ли вы партии «Единая Россия»? Три варианта ответов. Да, нет, и третий вариант, вообще не доверяю никаким партиям. Вот так мы сформулировали в конце нашей программы. Я больше скажу, я с большим удовольствием хочу увидеть этот результат, и обещаю, что я его обязательно доведу до руководства фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Замечательно. И коль скоро вы уже сказали в самом начале, да, что вот президент вылетел, раздал там всем, я не знаю, как сформулировать, чтобы это хотя бы нормально было. Поручение. Да, вопрос сразу простейший. Слушайте, вот у нас почему-то где-то что-то случается, и это уже какой-то нехорошей традицией стало, да, у нас обязательно должен вылететь куда-то президент. У нас обязательно, вот без президента у нас ничего на местах не решается. Я вас понимаю... Армия чиновников двухмиллионная только официально. Парламент, только российский, это 650 депутатов по большому счету. Ну, 450 Госдумы и 200 Совет Федерации. Да, огромное количество каких-то парламентов на местах, губернаторы, мэры, бог знает кто. А пока не приехал президент, такое ощущение, что никто ничего не знал. Вот журналисты знали, а губернатор не знал. Я бы так сказал, простыми словами. Вроде как бы все на местах, все вроде что-то делают, а результата нет. Я согласен, и вот если немножко как бы посмотреть итоги прямой линии с президентом, да, и если посмотреть те вопросы, которые задавались, и посмотреть реакцию на местах чиновников, но у меня как бы такой достаточно серьезный осадок, да, и достаточно нехорошее предчувствие. Для того, чтобы, я согласен здесь полностью, для того, чтобы решить проблему, которая там, которая там на протяжении года, двух, три, пять, там, восемь лет не решалась, для того, чтобы ее надо решить, надо дозвониться до президента. Это говорит о том, что у нас не все в порядке в органах управления, не все в порядке в исполнительных органах власти, потому что, ну, практически ручное управление. Ну, если посмотреть нашу родную Свердловскую область, да, ну, про Солду я вообще молчу. И я скажу откровенно, я когда в четверг прилетел из Москвы, у нас закончилась пленарная неделя, да, как только вышел с самолета и увидел, что Свердловская область опять отличилась городом Верхней Солдой, контейнерными площадками, я прямо с аэропорта поехал туда, чтобы своими глазами посмотреть. Да, я приехал, все было чисто, все было убрано, но это говорит о чем? Почему? Когда дозвонились до президента, когда сказали, туда сразу выехала армия коммунальщиков, чиновников, проконтролировали, все убрали, все почистили и отчитались, у нас все хорошо. А мне вот интересно, пройдет месяц-два, вот туда съездить и посмотреть, такая же чистота осталась, либо контейнерные вот эти площадки, да, будут опять в том же виде, в котором показывали картинку при прямой линии президента. Вот я и хочу понять, почему это происходит. Второй момент очень важный, я хотел бы обратить внимание на Азбест. Люди в 2010 году, дома были признаны аварийными и ветхами, и их сказали, что будут отселять в новое жилье. 8 лет прошло, они записали видеообращение к президенту, и только после этого власти приняли решение, сказали, погодите, а что, мы же все, в бюджете деньги есть, мы сейчас вам покупаем квартиру, в конце 2019 года вы с помпой заедете, отпразднуете новоселье, вы там будете жить в новых квартирах и так далее. Но вот в такой степени цинизм на местах, потому что, ну, 8 лет не решалась эта проблема, для того, чтобы ее решить, надо было записать видеообращение к президенту. Ну, я скажу, что это очень такая, как бы, тревожный звоночек, да, и ничему хорошему это не приведет. Это говорит о том, что, во-первых, а, у нас есть достаточно серьезная проблема управленческая, б, на местах просто, вот, если посмотреть Москва и все, что за МКАДом, многие, ну, пусть на меня не обижаются, я думаю, у меня телезрители поддержат, в том плане, что многие чиновники на местах себя ведут царьками. А, типа, Москва далеко, мы здесь сами себе хозяева, мы здесь царьки, что хотим, то и делаем. А разве не для этого избираются депутаты Государственной Думы, которые, по сути, это представители народа, представители тех самых территорий, у вас работают там в территориях, на которых вы избираете какие-то штаммы? Вот смотрите, у нас от Свердловской области избрано 14 депутатов. Я не буду говорить за всех своих коллег, я готов ответить за себя и готов сказать о своей работе, что я делаю, как я делаю, потому что, ну, пусть, как говорится, каждый говорит о себе. Но я с вами согласен, я хоть и избирался, предположим, от Екатеринбурга, как депутат-одномандатник, но мы, согласно федеральному закону и Конституции, то есть мы не ограничены границами своего избирательного округа. То есть для меня весь округ – это вся Российская Федерация при работе в Государственной Думе. То есть, я повторю, когда я прилетел сюда, я поехал в Салду, это не мой округ, но тем не менее я туда поехал, потому что мне было интересно посмотреть самому. Не то, что там рассказывают в СМИ, не то, что там потом услышать чиновников в виде официальных пресс-релизов. Мне интересно было самому посмотреть, почему это произошло. Ну, сейчас будем смотреть. Мне просто… Вот я и хочу понять. Это надо не то, что контролировать, этим надо жить, и на это надо, как говорится, руку на пульсе держать, чтобы пытаться быстро и оперативно, и своевременно реагировать, и заставлять чиновников на местах областных, муниципальных реагировать и решать ту или иную проблему, которая есть у людей. Вот я и хочу понять. Смотрите, все чиновники на местах, подавляющее большинство чиновников на местах, подавляющее большинство депутатов региональных, муниципальных и так далее. Представители партии «Единая Россия». Они все представители партии «Единая Россия». То есть, партия «Единая Россия» – это не какая-то там маленькая лавочка. Это серьезная политическая структура. Вот смотрите, эта проблема есть, и руководство партии в лице председателя правительства Медведева эту ситуацию буквально на днях озвучило. То есть, как бы, оно сказал, что да, есть проблема. Есть проблема, что многие вещи, которые делаются, положительные. Во-первых, партия «Единая Россия» не, может быть, нет желания, может быть, не в состоянии это доносить до людей, чтобы люди видели, что делается положительным. А у нас на самом деле… Да, прям два целых мультифлекса цифровых донести партию «Единая Россия». Не, ну, погодите, погодите. Не, 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 я не про это. Вот смотрите, одно дело, чтобы было о чем рассказывать, о положительном, а другое дело, еще и быть способным это рассказать и донести до населения. Ну, и, как правило, я здесь с председателем партии и с председателем правительства Медведевым согласен, что, как правило, в информационную повестку и на обсуждение попадают, ну, извините, Рожан, честно говорю, пусть на меня не обижаются, да, ну, натуральные идиоты, которые находятся в той или иной, как говорится, в том или ином уровне власти, да, исполнительные, законодательные, муниципальные, там, в субъектах и так далее, которые, ну, одной фразой или одним действием в одночасье прославляются на всю страну. То есть, как бы, и есть проблема, на самом деле есть проблема. А что касается про чиновников партии «Единая Россия», мы с вами начали разговор с Иркутской, я хотел бы напомнить, что губернатор Иркутской области коммунист. А я хотел бы напомнить, что на выборах в Иркутской области сегодня «Единая Россия» и коммунисты объединились в поддержке одного кандидата. Ну, может быть, может быть. А сейчас вы пытаетесь писать на кого-нибудь красивые кандидаты. Нет, погодите, погодите, Виркутский Левченко шоу от КПРФ, и он выиграл, да, выиграл, люди за него проголосовали. Я просто, я к чему, мы плавно переходим к теме, я хотел бы на него заострить внимание. Я всегда был сторонник, и сейчас, не скрывая, и говорю, и свои мнения не меняю. Я считаю, что мы максимально должны сделать так, чтобы где-то сохранить, а где-то вернуть прямые выборы тех или иных чиновников глав в первую очередь. Ну, в частности, возьмем город Екатеринбург. Вот, кстати, да, очень интересный вопрос по поводу выборов глав, потому что мы увидели, что эти города, в частности, в Екатеринбурге, назначенный мэр, ну, поскольку он даже не политик, он просто его назначили, и все увидели, что... Проблема очень серьезная, я скажу, почему я за прямые выборы, потому что, когда тебя избирают, и ты понимаешь, и ты опираешься на ту поддержку, когда люди за тебя голосуют, ты понимаешь, что ты подотчетен, и ты делаешь так, чтобы люди видели, что ты делаешь. А когда ты не избираешься, когда тебя назначают, по большому счету, какой бы ты ни был, хороший там глава того или иного муниципального образования, да, но если ты подконтрольный, подотчетен, и твоя судьба как чиновника зависит от депутатов муниципальной думы, да, он будет опираться прежде всего на депутатов городской думы, он будет решать их проблемы, он будет пытаться реагировать на их вопросы и так далее. Но уже вопросы и предложения, и проблемы, которые есть у населения, это будут уже на втором плане. Вот это очень такая, на мой взгляд, серьезная проблема, потому что надо возвращать прямые выборы, чтобы все-таки главы муниципальных образований в первую очередь опирались и нормально опирались на население, потому что люди видят, как ты работаешь, и если ты пойдешь на переизбрание, люди тебе уже дают оценку и голосуют за тебя, они уже тебе не кредит доверить, если ты первый раз пошел на выборы, они уже голосуют за тот результат, который ты наработал, то, что ты показал. И это серьезная вещь, а потому я считаю, что я все-таки, еще раз говорю, я сторонник прямых выборов и свою точку зрения не меняю. Только что сообщили мне из аппаратной, что у нас с телефоном какие-то проблемы, поэтому дозвониться до нас, наверное, не получится. Если у кого-то есть желание, хочу сообщить, заходите на YouTube канал Резонанс ТВ, там вот прямо сейчас вы можете увидеть, транслируются данные. У меня большая просьба для наших зрителей, вы не думаете, если я представляю фракцию «Единая Россия», что это специально подстроено, чтобы не было звонков и не задавали неудобных вопросов. Нет. Я просто к чему, давайте договоримся так, все те жалобы, предложения, просьбы, еще что-то, все, что поступит к вам в студию, я с большим удовольствием у вас это возьму, возьму к себе в работу и максимально постараюсь, во-первых, либо ответить, если будут указаны обратно, как говорится, связь, либо возьму в работу, если нам сообщат те или иные проблемы. Вот тогда мне хочется понять, смотрите, я разговариваю с депутатами, в общем, нормальные, адекватные люди, по крайней мере, те, с которыми я общаюсь, те, которые ко мне приходят. В конечном итоге, то, что мы наблюдаем вокруг происходящее, помните, как по-задорному, ребят, единороссы, по одному вы все нормальные, ребята. Сейчас самое время пошутить, так как я первый раз в вашей студии, наконец-то я попал в разряд нормальных и адекватных. Вот мне просто интересно, а почему, вот вроде, слушают, говорят умные, грамотные вещи, вот вы говорите, да, действительно нужно, наверное, вернуть выборы мэра, а зачем тогда нужно было отменять, почему до сих пор этот вопрос? Это старая история, которая, на мой взгляд, некрасивая, когда навязывали, я помню, 2010 год, и помните, в Екатеринбурге был сформирован такой комитет права выбора, и мы достаточно активно пытались сопротивляться, когда еще тот губернатор Мишарин пытался, ну, как мы видим, успешно реализовать те свои, как говорится, предложения внесения изменений в устав, где мы отменяли прямые выборы главы, сильного главы руководителя городской администрации и вводили двуглавую систему управления. Это была достаточно серьезная ошибка, и я считаю, что с 2010 года это послужило достаточно серьезным, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, и кто-то со мной не согласится, но я считаю, что все-таки отмена прямых выборов с демократической точки зрения, она в какой-то мере затормозила развитие города. Очень часто к нам жалобы поступают от зрителей, просто там от каких-то неравнодушных людей, да, мы выбрали там кого-то, куда-то, мы понятия не имеем, где этот наш мэр, где этот наш депутат, чем они вообще занимаются, что делать. Я сам знаю огромное количество ваших коллег, не только из партии «Единая Россия», из любых других, кто-то он избрался, особенно если там на второй, на третий срок, все, он переехал на ПМЖ в Москву, из любого региона он избирается, и никогда в жизни ты не увидишь его ни в этой территории, несмотря на то, что писал, что он избирался. Вот смотрите, давайте я повторю, я за всех коллег говорить не буду, я буду говорить за себя, отвечу на поставленный вопрос. Во-первых, а, моя семья живет здесь, мы никуда не переезжали и переезжать не собираемся, это мой любимый город, я здесь родился, вырос и живу, и на самом деле это мой любимый город, моя любимая область, я сделаю максимально все, все, что от меня зависит для того, чтобы данная территория развивалась, это первое. Второе, график работы, я два раза в неделю как минимум летаю, то есть я в понедельник, в воскресенье или в понедельник улетаю в Москву, у нас вторник, среда, четверг пленарные заседания, то есть как бы три дня заседания подряд, и в пятницу я возвращаюсь обратно сюда, и все, что у меня на неделе накопилось, проблемы, обращения, то есть мы со своей командой, с помощниками это все анализируем, и вот у нас есть пятница, суббота, воскресенье, три дня для того, чтобы, если надо, куда-то съездить в область, посмотреть своими глазами ту или иную проблему и так далее, то есть я всегда веду приемы, раз в месяц, последнюю субботу каждого месяца я веду приемы, вот буквально на днях я провел прием, ко мне пришли на прием 56 человек, приемы у меня находятся на линии на 7 в Екатеринбурге, то есть как бы ко мне, ко мне всегда можно, нет предварительной записи, ко мне живая очередь, все, кто ко мне пришли, начиная до последнего человека, который ко мне пришел в прием, то есть как бы мы работаем и стараемся максимально вникать и максимально решать. Я к чему задал этот вопрос? Я просто к тому, что приезжают далеко даже, вот, даже, даже не только из Свердловской области, даже есть факты и обращения приезжают даже из других областей ко мне в приемы для того, чтобы обратиться. Вот, 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 и я как раз к этому вопросу хотел задать. Почему на фракции-то вы не поднимете, там, вы, ваши коллеги, вы не один такой наверняка, да, не поднимете вопрос, ребята, давайте раз выгоним бездельников из рядов партии, потому что зачем ко мне из другого региона приезжает человек, кому-нибудь свой депутат? На фракции это постоянно обсуждается, я скажу больше, немножко раскрою, как говорится, фракционные секреты. По окончанию каждой оригинальной недели, она у нас раз в месяц, после три недели в Москве, четвертая неделя в регионе, после каждой оригинальной недели мы готовим отчет, то есть, как бы, сколько встреч провел, какие приемы, сколько людей пришло, какие проблемы и так далее, то есть, как бы, достаточно серьезный, подробный отчет, это все идет в фракцию, потом это все подытоживается. Те депутаты, которые это не делают, понятно, им и отчет писать нечем, и руководство фракции на эти вещи смотрит достаточно, как бы, серьезно. Мы же должны... Ну, я ни разу не слышал, чтобы вот в руководстве там кто-то видный, единороз бы сказал, вот мы выгнали трех депутатов, уволили, надоели бездельник. У нас на сегодняшний момент законодательство выстроено таким образом, где есть четко, в федеральном законе четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий. Это, как правило... Лишили партийной принадлежности, все, братан, ты по партийным спискам проходил. До свидания, ты здесь больше никто, сдай мандат, передай. Вопрос есть, и здесь я с вами полностью согласен. Здесь согласен, и вот это все находит свое отражение, знаете где? Это находит свое отражение, когда идут перевыборы, в частности, когда будут избираться следующий состав Государственной Думы. Ну, я уверен, что достаточно большой процент ротации пройдет действующих депутатов. Это вот именно ответ на тот вопрос, что делается так, для того, что если ты пришел и ничего не делал, бездельничал и так далее, ну, я думаю, вряд ли этот депутат окажется кандидатом на следующий выбор. Потому как бы эти вещи все отслеживаются. Вопрос здесь... Вопрос очень серьезный, и я скажу откровенно, то есть как бы... Вот я по себе, я всегда опираюсь на приемы. Почему? Потому что одно дело, когда ты читаешь официальную статистику, и тебе там вот губернаторы пишут в Москву, отправляют там, и рассказывают, как хорошо в субъекте, в регионах, там, в муниципалитетах и так далее. А одно дело, когда люди к тебе на прием приходят и рассказывают реально, что происходит на той или иной территории. И когда ты приезжаешь... Да даже я думаю, не только люди приходят, вы так же ходите в магазины, как и мне, приходят счета за коммунальные услуги. И вы видите, что они все дороже и дороже. Хотя нам врут вечно, что цены не растут, не растут. Единственное, вот хочу здесь обратить внимание, на что, как бы, достаточно болезненный вопрос. Ну, это так, пользуясь случаем, в двух словах скажу. Вот нам достаточно, на мой взгляд, показательно, чего удалось добиться. Нам удалось добиться, предположим, снижения по зоне ответственных, где спецавтобаза и другое предприятие, то есть северная территория, нам удалось добиться с 1 июля снижения тарифов на 30% по, так называемой, по мусорной всей этой тематике. Сейчас они, конечно, судятся с антимонопольной федеральной службой в московском арбитражном суде. Но я думаю, решение суда, оно будет оставлено в силе. И с 1 июля тариф на 30% для жителей города Екатеринбурга, Тагила, других городов, которые попадают в зону ответственности спецавтобазы и предприятия рефей, которые отслуживают в северной территории, расценки будут снижены. То есть это как бы, и я скажу откровенно, это достаточно такая длительная была работа, длительная была борьба. И сам это интересно, что борьба была не с кеми-то там потусторонними силами, да, это борьба была с исполнительными органами властами, то есть как бы и с РЭК, и с губернатором, и с правительством, то есть и так далее. То есть как бы вот это вот, ну, тем не менее, я так сказал, не все так плохо, если есть проблемы, ты этой проблемой занимаешься, да, как говорится, вода камень точит. Рано или поздно все равно эта проблема будет решаться, просто этой проблемой надо заниматься, этой проблемой надо жить. И потому вот я по себе приемы почему веду, потому что я всегда, чтобы не быть оторванным, как говорится, от земли, потому что, чтобы ты сам понимал, что у нас происходит, и пытался быстро и оперативно, как говорится, вмешиваться в те или иные процессы. С другой стороны, да, но у меня вот впечатление создается, да, как по крайней мере из собственных наблюдений, да, когда я как журналист на все на это дело смотрю, у меня впечатление создается, что в общем, в подавляющем большинстве просто пускается какая-то пыль в глаза, потому что если действительно есть люди, которых любят, которых уважают, да пофиг какой ты партии, да. Вот помните, был такой губернатор Россель в Свердловской области, да, несмотря на его сегодняшний преклонный возраст, я уверен, завтра он заявится на выборы губернатора, он победит тут с результатом 100%, просто потому что человека уважали, да, сегодня мы видим обратную какую-то реакцию, где-то, обратную историю в каких-то регионах, где вот избираются главы регионов и так далее. В этом случае, давайте Эдуард Гардовичу пожелаем хорошего здоровья и долгих лет жизни. Да, и вот про выборы губернаторов, депутатов Мосгордумы смотреть, что сейчас происходит, меня это вообще умиляет эта история, когда в срочном порядке люди пишут заявление о выходе из партии. Слушай, он такой весь в себе уверенный. Чушь, ты боишься? Ты приди, скажу, да. Потому что идите, не боитесь говорить, да, я из партии Единая Россия, но я работаю. Пойдите, посмотрите, сделайте. Почему остальные-то люди этого боятся? Я бы так сказал. Здесь, на мой взгляд, партийные вещи это вторично. На первом плане, когда люди голосуют за того или иного депутата, они должны опираться не на какие-то партийные вещи, они должны опираться, как вы сказали правильно, на личности. И должны понимать, то есть, как бы, и независимо, вот я веду приемы, да, ко мне приходят, и им они не задают вопрос там, где ты там, какая партия, да, есть проблемы, они с этой проблемой пришли. Так же, как и я не задаю вопрос, типа, что вы ко мне пришли, да, у вас есть там... Есть же партийная дисциплина, с другой стороны, вы же понимаете, вот вы как бы голосовали по пенсионной реформе. Партийная дисциплина, сейчас скажу, партийная дисциплина, она и есть, и достаточно серьезный момент, но я хочу сказать, что тебе никто рот не закрывает до принятия решения. И у тебя есть возможность, ты можешь отстаивать свою точку зрения, свою позицию и так далее. Не всегда удается, но, тем не менее, ты ее можешь озвучивать. Но когда принимаются решения, и, предположим, есть фракционное решение, как голосовать по тому или иному закону и высказывать, как говорится, позицию, да, здесь уже, да, на самом деле, здесь уже практически 100% всех депутатов голосуют вот именно во исполнение фракционной дисциплины. Что касается по пенсионной реформе, я скажу откровенно, я голосовал за, и... Я думаю, потом, когда к вам приходили на прием, вам спасибо, не говорили. Я знаю, и я прекрасно понимаю, что это достаточно серьезный имиджевый политический удар, то есть, как бы, я так прекрасно понимаю, но здесь ты уже исходишь из того, вот, если ты в оппозиции, понятно, что ты можешь говорить хоть что, и ты за это ответственности никогда не будешь нести, ты будешь говорить, вот я был против, а они там вот паразиты сделали то-то, то-то. Но когда ты находишься, как вы говорите, в парламентском большинстве, и ты понимаешь, что от твоего решения зависит судьба и зависит, как это будет усидеться и развиваться, да? Мы же прекрасно понимали, мы голосовали не потому, что вот испытывали удовольствие, когда тебя там обливали грязью, там унижали и так далее. Кстати, я хочу сказать, что я на все протестные митинги, на все протестные мероприятия приходил. Приходил своими глазами, это все видел, слушал, разговаривал с людьми. Если помните, у нас в Екатеринбурге в других городах проходили протестные мероприятия, да, я приходил на этот митинг, в частности в Екатеринбурге, для того, чтобы как бы посрещаться, пообщаться и так далее. И я скажу, что многие люди, которым ты свою позицию доносишь. Я надеюсь, вы не как Шеремет приходили на те митинги. Помните, вот этот митинг Шеремет вышел на протестный митинг в Екатеринбурге с Вера и орал сяфки. Нет, нет, я давайте так, я не хочу даже эту тему обсуждать. Я к тому, что как бы, я осознаю ответственность. Я осознаю ответственность и я говорю, почему я за это голосовал, потому что на сегодняшний момент хотим это, не хотим, но мы все равно ответственны за то, что будет происходить там через год, два, три, пять, десять и так далее в стране. И от парламентского большинства зависит это много, потому что ты голосуешь за это. Заголосуешь за то или иное решение и эти решения влияют на развитие страны. И мы прекрасно понимали и осознавали, что да, это тяжелый вопрос, тяжелый удар в имиджевом плане с политической точки зрения. И я скажу, что и я точно так же, как все пострадали от этого решения. Но мы, и в частности я, прекрасно отдавал себе отчет, что если это не сделать и не принять это популярное решение, пройдет там три, пять, семь лет, да, и как таковые пенсии вообще можно будет забыть. Это не будут пенсии, это будут жалкие пособия, которые будут выплачиваться в размере там три, пять тысяч рублей, да, предположим. Но их можно назвать хоть как там, там пенсии, там пособия там по возрасту и так далее. Но они бы далеко не доходили. Если честно не очень в это верю, но больше у нас минуты до конца эфира осталось. Это отдельная тема, почему? Потому что достаточно серьезные средства дополнительно были, выделялись в пенсионный фонд для того, чтобы платить пенсии нашим пенсионерам. Мы видим все эти пенсионные фонды, сколько столько дней и ждания только. Вот, минуты до конца эфира осталось. Давайте подведем итоги нашего голосования. И если можно будет коротко, я вам просто задам один вопрос, да, нет. Да, напомню, задавали мы вопрос, доверяете ли вы партии Единой России. Вот расположили голоса вот так вот. Три процента доверяют, 87% не доверяют и 10% ответили, что в принципе не доверяют никаким партиям. Коротко, какие непопулярные решения нас еще ждут? Вот да, есть такие, нет на горизонте? Ну, на данный момент, которые, которых бы обсуждались или которые там в виде законодательной инициативы были внесены в Госдуму, на сегодняшний момент нет. Спасибо большое, это был Андрей Ольшевский, это была Открытая студия. Спасибо, что были с нами, увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok